11 апреля Совет предпринимателей Севастополя, аффилированный с экс-министром обороны Украины и главным застройщиком города Павлом Лебедевым, презентовал некий благотворительный фонд под названием «Матросский бульвар». На собрании в гостинице «Севастополь» было объявлено об открытии счета, куда севастопольцы смогут перечислять деньги на восстановление памятников истории и культуры. Уже через день, 13 апреля, ведущий государственного канала «Х» Олег Гасанов уточнил, о каком памятнике идет речь. Он рассказал о бизнесменах, которые хотят реконструировать «Матросский бульвар» и призвал жителей города жертвовать рубли в их благотворительную копилку. В городе появились бизнесмены, которые хотят восстановить знаковое для нас всех место. И сделать это по закону. Они объявили о создании благотворительного фонда, который займется реконструкцией «Матросского бульвара». Причем внести свой вклад может каждый. Пожертвование даже в один рубль будет оценено. С руководителем фонда «Матросский бульвар» Сергеем Кругловым мы связались по телефону, чтобы узнать, почему фонд собирает деньги с народа, не имея проекта реконструкции бульвара и не дождавшись решения арбитражного суда. Фонд создан не под целеуказание, не под «Матросский бульвар». Это название, оно просто символическое. Это раз. Потому что учредители фонда, они обеспокоены состоянием памятников архитектуры, истории. Мы надеемся, что ситуация разрешится в суде. И в зависимости от ее разрешения, мы будем определять свое отношение к тому процессу, который там будет происходить. Сейчас о чем-то говорить рано или прогнозировать то или иное событие, развитие событий, это тоже будет неправильно. Итак, фонд не собирает деньги на реконструкцию «Матросского бульвара». В таком случае, от чьего имени ведущий ИКС Олег Гасанов просит у севастопольцев деньги и на какие цели, кому пойдут собранные народные средства. Председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества памятников истории и культуры Юрий Вадимович Падалко, присутствующий на презентации фонда «Матросский бульвар», рассказал, что представители фонда заявили о сборе средств для реставрации памятников истории. Но как будут распределяться средства и на какие памятники, не уточнили. Здесь же вот по этому вопросу не было ничего сказано. Как будет впоследствии решаться судьба этих средств? На что они будут направлены, какие-то средства, если они вообще-то и появятся там? Время, наверное, покажет, насколько актуальны, насколько были честны эти выступления и насколько искренни они были. Действительно ли наши промышленники, люди, которые там участвовали в этом заседании, хотят видеть наш город, наши памятники благоустроенными? Чем заканчиваются в Севастополе сборы денег на так называемые народные стройки, хорошо известно. Ровно 10 лет назад на Балаклавский стадион «Горняк» в 2009 году деньги у севастопольцев просил руководитель города Сергей Куницын. Мы же не просим себе в карман, мы говорим, вы в этом районе, вы пришли, вы получили нифига себе, трясли с лишним тысячей гектар земли, будьте здоровы поучаствовать. Были открыты благотворительные счета в банках. На «Горняк» удалось собрать 2 миллиона гривен. И все это абсолютно без проекта, как и сейчас. Кстати, среди кураторов той народной стройки был Вячеслав Горбатов, правая рука Куницына. Проектом стадиона он называл единственную картинку-эскиз и предлагал подрядчику работать по ней. Для того, чтобы иметь какое-то решение, надо получить проект и детально его заключить. Для того, чтобы принять, что делать? Заключение экспертизы уже есть положительное об этом проекте. Сегодня у него есть такие немножко заморочки, но мы его поправим. Вскоре народная стройка была заброшена, а стадион до сих пор не могут построить уже за федеральные средства. А Вячеслав Горбатов спустя 10 лет снова радует за сбор денег на народные стройки. Не сидим мы без дел, а делаем дел. На какие проекты пойдут деньги, собранные севастопольцев, в этот раз непонятно. Ни списка этих объектов, ни проектов, ни финансовых смет в природе не существует. Таким образом, конкретные цели коммерсантов, создавших фонд под названием «Матросский бульвар», неизвестны. Мне кажется, то, что случилось сейчас с созданием этого так называемого фонда, благотворительного фонда, который, по сути дела, является параллельным некоторым фондом, это еще одно подтверждение того, что действия наших коллег из Притис вносит порой лицемерный и непорядочный характер. Вячеслав Горелов подчеркнул, что создание параллельного благотворительного фонда происходит на фоне судебного процесса по Матросскому бульвару, итог которого пока неизвестен. И теперь предположим, что благотворительный фонд «35-я береговая батарея» выигрывает процесс. Тогда возникает следующий вопрос. А те деньги, которые будут собраны вот этой параллельной организацией, благотворительным фондом, который называется «Матросский бульвар», если не сильно ошибаюсь, они потрачены будут на что? Вячеслав Горелов предлагает благотворительным тысячу раз подумать перед тем, как вкладывать средства в реконструкцию Матросского бульвара. Я, конечно, далек от предположения, что здесь какая-то мошенническая схема. Совершенно этого не утверждаю. Но, честно говоря, возникает масса вопросов, которые непонятны. Мне кажется, что ведь люди, которые планируют заниматься этим, они должны подумать о том, что у них нет проекта. У них, на самом деле, нет управленческого опыта при создании такого рода проектов. А у организации «35-я береговая батарея» такой опыт и есть. Этот опыт – историко-мемориальный комплекс с героическим защитником Севастополя «35-я береговая батарея». К реконструкции Матросского бульвара фонд также привлек лучших архитекторов, скульпторов и строителей со всей России. Уже потрачено свыше 80 миллионов рублей вне бюджетных средств. Задача – собрать в единый ансамбль объекты, которые по тем или иным причинам были утрачены. Это летний кинотеатр, танцплощадка, беседка в мавританском стиле, фонтан со скульптурой мальчика с корабликом и мраморные львы – стражи бульвара, которые воссоздает московский скульптор Виктор Королев. Слово «матросским бульваром» есть кому заниматься, но коммерсанты из Совета предпринимателей Севастополя упорно желают взять в свои руки объект, в который уже вложены большие силы и средства. Почему-то не обращая внимания на полуразрушенный штык и парус, мемориальную оборонительную линию, Лазаревские акведуки и другие объекты культурного наследия Севастополя, которые реально требуют заботы. Маргарита Пронина, Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.